Слава Украине! Привет всем от Полонского! Смотрите, вот совсем недавно в российской армии, так называемой, было такое неравноправие между зэками, которые были в привилегированных отношениях, сейчас объясню почему, и чмобиками, и вот этими контрактниками, чмобиками, ну вся вот эта, Шушера, да, которые были угнетаемы. Сейчас объясню в каком плане и почему. Дело в том, что зэки, которые сидят в тюряге, и которые забирали их в Шторм-Зет, они подписывали контракт на полгода, после чего автоматически получали помилование. Вот так это было до буквально вчерашнего дня. Все остальные воюют до упора, их никто домой не отпустит, ни из какого так называемого СВО, они там останутся, пока их где-то там украинский дрон не укандропупит, их уже не будет. Вот, таким вот образом, да, то есть у зэков, зэки возвращались домой через полгода, а те все подчистую под нож. Да, а вот теперь это дело, значит, это неравноправие, оно ликвидировано, его больше не будет. Это не значит, что всех будут отпускать домой, так же, как отпускают зэков. Нет, зэков теперь никто домой отпускать не будет. В Шторм-Зет больше никого не набирают. Теперь набирают в Шторм-В. То есть сначала была свастика-Зет, теперь свастика-В. Ну, это у Вермахта они все подчеркнули. Вы знаете, что Путин молится каждый день вместе с Гудяевым на фуражку Гитлера, целует ее, наверное, там, облизывает. Вот, но дело даже не в этом. Он копирует, он косплеет Гитлера, и вот зэ и вэ, это полный косплей эсэсовской, этой вот, всей эсэсовской страхамуде, как у эсэс это все рисовалось, и у вермахта так, и у российской армии одной тоже, да. Только у немцев форма посимпатичнее была, а эти совсем как бомжи ходят. Вот, но дело не в этом. Теперь, значит, будет Шторм-В. И они подписывают контракты с Министерством обороны совершенно, друзья мои, на других условиях. Итак, они, эти контракты, бессрочные. Вот пока, вот это вот, пока тебя не убьют на фронте, ты там будешь находиться. Никто тебя домой не пустит, ни через полгода, ни через год, и так далее. И ты будешь на захватнической войне, в чужой стране, находиться столько, сколько Шизоиду Путину понадобится. А никакого этого самого помилования им не дают. Нет, нет, нет. У них идет условно-срочное освобождение, с условием, что если ты дезертируешь, например, или еще что-нибудь, нехорошо исполняешь свои обязанности на фронте. То есть, мало убиваешь женщин и детей, мало мародеришь, мало бороешь собачьи будки, мало отодрал унитазов, да? Если ты все это дел будешь делать мало, то тебя назад в тюрьму и докинут еще срока сверху на голову. Вот так вот. То есть, видите, как они сделали? Они теперь всех бессрочно утилизируют. Оно и правильно. Оно и очевидно, как бы, что Путину, ему нужно утилизировать по заданию, возможно, дядюшки Сиева, возможно, еще почему-то задание. Ему нужно утилизировать, может, миллион, может, два миллиона этих чмобиков, зэков и так далее. То есть, ну, в основном же они из Сибири, да? Дядюшке Си нужны невесты. Но дядюшке Си совершенно не нужны там вот эти вот дурачки, которых отправили на фронт подыхать, да? А большинство же из-за Урала. С этой стороны он пытается брать поменьше, потому что, понятное дело, ему не нужны плохие, хотя уже и сейчас есть плохие настроения в Москве, в Подмосковье и так далее, из-за огромного количества трупов. Но на огромное количество трупов в Бурятии, в Якутии, в Тыве, где-то там в Калмыкии, в Амурске, да плевать он хотел, хоть головой об стенку ударьтесь, четыре раза ему все равно. Вот, он их всех готов перерезать и, во-вторых, он же получил задачу, значит, освободить Сибирь от мужчинок. Вот он, собственно говоря, их теперь так и вот утилизирует. То есть, на фронт их отправляет до момента их гибели. Железно.